21 февраля исполнилось 35 лет с момента образования ботанического сада Ивановского государственного университета. Однако на самом деле этот живописный уголок в лесном массиве парка 905 года гораздо старше. История этого сада уходит в 19 век, когда известный фабрикант Куваев построил дачу, сейчас это место называется Куваевский лес, и разбил оранжерею. Вообще-то было очень уникальное такое сооружение, там была деревянная дача в виде терьма, был подземный переход к этой оранжереи, разбивались такие вот олеечки, тропки были. Для декорирования своего удачного участка фабрикант приобрел саженцы цветов и деревьев из самых разных уголков мира. Так в одном месте была собрана огромная коллекция растений. После революции участок был передан государству. Дендрарий и лес вокруг него стали местом практик студентов сельскохозяйственного факультета местного патриотехнического института. В это время, в 20-е годы, здесь начал работать Анатолий Константинович Малиновский. Вот это был ученый замечательный и один из первых озеленителей города Иваново. При этом руководители сад будто бы обрел второе дыхание. Результат 40-летней работы Малиновского – коллекция сада, созданная под его руководством, включала в себя 400 видовых и 800 сортовых названий. После его смерти, это хозяйство пришло в упадок в связи с передачей этой территории из рук в руки. И многое из того, что было в Малиновском посажено, было утрачено в последующие годы. И только в 1977 году этот дендрарий перешел к Ивановскому государственному университету. В настоящее время здесь проходят практику студенты-биологи. К сожалению, коллекция Малиновского до сих пор полностью не восстановлена. Однако нынешний хозяин ботанического сада Ивановский госуниверситет заботится о сохранении и приумножении его богатства. Наталья Романова, Евгений Михайлов, РТВ Иваново.